Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Лактин и в результате этого ролика вы узнаете новую армейскую историю, где я попал на деньги. Поехали! 11 февраля 2016 года я был переведен из города Хабаровск в еврейскую автономную область село Бабстово. И удивляло меня там абсолютно все. И эта история будет про следующее мое удивление. После того, как подразделение прибывает в столовую на прием пищи и находясь перед столовой ждет своей очереди, происходит следующее. Головные уборы снять справа в колонну по одному, допустим. Все зашли, подразделение вызываемое дежурным по бригаде, дежурным по столовой. У нас это был дежурный по бригаде, дежурный по столовой у нас находился внутри столовой, а дежурный по бригаде стоял, отмечал, сколько пришло человек подразделения и руководил очередью. И после того, как все зашли, в фойе построились, ожидают очереди на раздачу, потом очередь на раздачу и так далее. До раздачи мы не дойдем. И вот находясь в фойе, в каждом подразделении назначаются два охранника. В верхней одежде зайти в помещение, где непосредственно принимают пищу, нельзя, запрещено. А здесь в фойе стоят вешалки, такие старые савдеповские вешалки. И назначаются два охранника. Подразделение разделось, бушлаты развесили. Один встал на охрану, второй охранник, не дожидаясь своего подразделения, пока оно пройдет на очередь на раздачу, идет обедать и обходит все подразделения вне очереди, говорит, я с охраны. Для того, чтобы быстрее поесть и поменять того, который сейчас стоит на охране. А тот уже, соответственно, успеет и поесть с подразделением, и все свободно пойдут выполнять свои боевые задачи. И вот, когда мы только прибыли с чуваком вдвоем из города Екатеринбург, даже не из самого ЕКБ, а город Туринск, Свердловская область, мы с ним остались на охране. И произошла следующая ситуация. Я остался на охране стоять первый. У нас было 8 бушлатов. Я остался стоять первый. Подразделения, оставшиеся 6 человек ушли и встали в очередь на раздачу. А чувак из города Туринск, Свердловской области, обошел все подразделения и пошел кушать. Поел, поменял меня. И в момент моей смены, когда он меня меняет, я говорю, смотри, было 8 и висит 8. И сдаю я тебе 8. Мы с ним посчитали 8. Я ухожу есть, присоединяюсь к своему подразделению. Мы с копом все пообедав, это было на обеде, выходим в фойе, чтобы одеться и построиться у столовой, и убыть в расположении роты. Мы не обнаруживаем одного бушлата. Нет, выходит чувак с нашей роты и бушлата нет. Постояли, башку почитали, а что ты сделаешь? Там стоит несколько вешалок, 5, 7, 8. На каждой там вешалке по 30 крючков, допустим, по 50. Это была первая история. Чувак, у которого бушлата не оказалось, ушел в подразделение по форме одежды номер 4, но не по полной, без головного убора. Потому что головной убор у него остался в рукаве, а бушлата, как известно, у него угнали. А форма одежды номер 4, это штаны, берцы и кители. Мы пришли в подразделение, что делать? Подходим к ротному, он говорит, а что вы, рожайте? И на тот момент, на первый раз, я пошел ему навстречу, вот этому чуваку, который бушлат потерял. Мы с ним скинулись в складчину. То есть бушлат стоил порядка 2000. Мы вот по рублю скинулись, по 1000 рублей, по косарю. Я 1000, и он 1000. Хотя я бушлат этот не терял. Проходит еще несколько недель, а может быть и дней. Та же самая ситуация. Опять пара охранников, он и я. Та же самая ситуация, только не один бушлат, а три. Три бушлата. Начали заморачиваться по поводу бушлатов. Нам зарядили пятерку денег. И тогда уже между нами состоялся разговор, в ходе которого мы пришли к тому, что я не буду вкидывать свои деньги. Он может еще не один десяток бушлатов потерять. Почему я должен платить? Если я ему сдаю ровное количество бушлатов, а потом прихожу и количество бушлатов уменьшается, чья вина? Конечно его. Он во флиту, он стоит клювом щелкает. А происходит следующее. Люди вычисляют лоха. Более-менее такого дружественного. Втираются к нему в атмосферу. Ой, а ты откуда? Ой, да я с йобурга, там не с самого. Ой, земеля там, на кого учился. Тыры-пыры, жопи-дыры. Так-сяк, так-сяк. А когда персонаж, который с ним разговаривает, а его напарник, находясь за вешалкой, достает финночку, безумно острую, и тихонечко вот эти крючочки, петельки, за которые бушлатик вешается, срезает, тихонько их обнимает, жик, они выскальзывают, достает, он резко снимает свой бушлат, надевает эти бушлаты сверху, закидывает свой бушлат на все эти бушлаты и спокойно покидает столовую. Схема отточенная. И я уже потом, после пяти, шести, семи, а может быть даже и восьми месяцев своей службы наблюдал такую картину. Поел свободно, вышел в фойе, жду остальных, и вот наблюдаю такую картину. Вот они там лоху по ушам ездят, ой, да там, братан, ты там учился на инженера, там, ой, я тоже там, какими программами пользовался, автокад, там, не знаю, компас и так далее. О, один С там знаешь, не знаешь, а второй режет, а потом пацаны выходят, и бушлатов нет, и лоха наматываются. И была даже такая у нас однажды история, у чувака подрезали бушлат, у чувака, он сам его потерял. А куда ты пойдешь искать бушлат? Не к старшинам же пойдешь. Соответственно, среди пацанов шугаешь, шугаешь, вот там через 2-3 часа приходит там ответка, допустим, вот полтора кассаря надо зарядить. Без понтовенький, но надо зарядить как бы, ну вот, ну еще лучше по состоянию. Ну а что, беру, замок там починю, подошью, и вот заряжает полтора кассика, и к нему приезжает его же бушлат. Представляете? Его же бушлат. Потому что у него на бирке, на ярлыке была написана фамилия. То есть у него бушлат отжали, через 2-3 часа бушлат, его же к нему же вернулся, но только за его бабки. Как он гениально. Меня зовут Сергей Локтин, вот такая вот небольшая армейская история про воровство. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok